Слава Господу! Я хочу ободрить вас. Мы идем к заключению собраний. Уже недолго осталось, несколько минут, и мы будем благодарить Бога за этот час общения, который мы имели во имя Его. Читаю короткие слова. Мы слышали сегодня из послания к крымлянам о том, какая тема нашего сегодняшнего служения. Плод вашей святости, а конец жизнь вечная. Однажды, когда Иисус был на земле, в окончании одного праздника или в середине этого праздника подошли Елены к Филиппу и говорят, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». И когда он сказал об этом Андрею, они подошли к Иисусу, сказали, что есть люди, которые желают видеть тебя. И Иисус сказал, «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падший в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Год подходит к концу. Кто из вас в этом году принес много плода? Поднимите руку, кто много плода принес? Ну, я думаю, что вы, наверное, стесняетесь похвалиться, что я много плода принес. Но Господь ждет много плода. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Иисус сказал, что Он ожидает от нас много плода. И для того, чтобы этот плод мы приносили, сегодня мы слышали Божье Слово, которое говорили братья. И я, как бы, подводя итог, хочу напомнить, в каких условиях возможно принести много плода. Я думаю, что мы в этом заинтересованы. Потому что Иисус сказал, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Хорошо, когда мы молимся. Хорошо, когда мы дружно молимся. Когда мы громко молимся. Это очень хорошо. Но мы должны принести плод. Есть плод уст, прославляющий к имя Господа. И мы это делаем в собрании. Когда приходим вместе, когда поем, когда молимся вместе, прославляем Господа за Его голгофский подвиг. Но есть вещи, которые мы делаем, выходя из собрания. Наше богослужение не заканчивается, как я сказал. Здесь мы выйдем и будем служить. Будем служить, когда будем обедать, друг другу будем служить. И будем служить, когда пойдем домой. Как с нашими родителями мы обращаемся. Как мы ведем себя с друзьями. Это все говорит о том, что мы приняли в собрании, когда слушали Божье Слово. Итак, Иисус сказал, «Если пшеничное зерно, падший в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода». Для того, чтобы был плод, нужно умереть. Если человек, приходя к Богу, не умирает для прежней жизни, не умирает для греха, то он остается бесплодным. Плода он не принесет. В этой же шестой главе, которую братья сегодня нам читали, написано в начале, «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Некоторые говорят, что я каждый день умираю. Дорогая молодежь, для греха нужно умереть один раз. Павел говорил там, что я каждый день умираю. Он подвергал свою жизнь опасности, благовествуя Евангелия, язычникам. И его жизнь была всегда в опасности, и он был готов умереть за имя Господа. Умереть для греха нужно однажды. Если сегодня вы приходили вперед и решили отдать вашу жизнь Иисусу Христу, вы должны сегодня умереть. Грех не должен царствовать в вашей жизни. Если царствует грех, плода святости не будет. Иисус, когда говорил притчу о сеятеле, Он обратил внимание на сердечную почву людей. Есть почва при дороге, есть почва, которая тернистая, и почва каменистая. Эта почва плода не приносит. Проверим наше сердце, какое оно. Мы поем такой псалом, да удобрит Божий Дух наше сердце и наш слух. И я думаю, что в собрании на нашем месте Дух Святой работал сегодня, и вы открыли ваше сердце, Он удобрял сердечную почву, вы вашим грехе исповедовали, все говорили, Господи, прости меня, не туда смотрел, прости меня, телефон не могла отстать, прости меня, я не так одевался, не так и так дальше, как сегодня братья уже говорили, не буду повторять. Вы покаялись в вашем сердце, вы умирали для греха, и пусть Бог благословит вас. Только одна почва, добрая почва, это доброе сердце, она приносит плод во сто крат, в шестьдесят и в тридцать. Кто имеет ухо слышать, да слышит. Дорогая молодежь, дорогая юность, апостол Павел написал такое слово в послании к евреям, в шестой главе. «Земля, многократно пившая, сходящий на нее дождь, и произращающая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получает благословение от Бога. А та земля, которая тоже пользовалась теми же благословениями, на нее тоже сходил дождь, но произращает терния и волцы, близка к проклятию, которого конец сожжение». Это говорит Святое Писание. И я надеюсь, что сегодня, выслушая Божье Слово, получая росу небесную от Святого Духа, в вашем сердце приняли решение быть этой доброй землей. которая будет проносить плод. И пусть Бог благословит, чтобы сердце наше было именно таким. Для того, чтобы наша сердечная почва постоянно поддерживала это состояние плодоношения, нам нужно прибыть в Слове Божьем. Иисус сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Если мы не пребываем в Слове Божьем, мы не можем проносить много плода. Говорит Давид в первом псалме, «Но в законе Господа воля его, и он размышляет о Слове его день и ночь, о законе его день и ночь. И тогда он будет, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод своего, время свое, и лист, которого не вянет. Это те люди, сердечная почва, которых приготовлено, они живут Божьим Словом, они насыщают себя этим прекрасным Словом. Слово Твое сокрыло в сердце моем, чтобы не грожить перед Тобою. Это Слово охраняет человека, и он наполнил свое сердце, и так живет». Братья и сестры, Иисус сказал в последний великий день праздника, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды. Приготовленная земля, падшее Слово Божие, это семя Божьего Слова, и роса Святого Духа, они делают человека способным проносить плод. И если в ваше сердце такого, оно будет, конечно, проносить плод. Человек, исполненный Духом Святым, способен принести много плода. О чем мы читаем 5 глава, послание к Галатам, где написано о плоде Духа. И если мы в нашей жизни этим живем, от него веет, от такого праведного человека, веет любовью, веет радостью, он несет мир, он проявляет долготерпение, он добр и милосерд, и живя верой, проявляет кротость и воздержание. Это плод святости. Я хотел бы, чтобы мы, подводя этого собрания, этой мыслью вооружились. Дорогие, для того, чтобы были растения плодовитые, нужно тепло и свет. Нужны тепло и свет. И Писание говорит нам, Евангелие, послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Дорогие, если вы хотите приносить много плода, для Господа нужно здоровое общение. Если вы спешите в здоровое общение, духовное общение, вы будете способны приносить много плода. без общения, здорового общения, люди умирают. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И Павел говорит дальше, «К стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога». Это страшный приговор, когда человек ходит в собрание, когда он, может быть, поет или участвует в каких-то мероприятиях молодежи, но он не знает Бога. Поэтому пусть Бог благословит нас, дорожить общением здоровым. В общении святых есть работа Святого Духа. В общении святых Дух показывает на Голгофский подвиг Иисуса Христа. И тогда кровь Христова делает человека святым, омывая его от всякого греха. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы всегда ходили в общении со святыми. И тогда мы будем проносить плод для нашего Господа. И в заключении нашего собрания читаю короткое слово и мы будем молиться Господу. Шестая глава, шестая была Римлянам, а теперь шестая, второе послание к Калинфянам, читаю с 14 стиха. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вот к чему призывает нас сегодня Дух Святой. Говорит нам Господь Слово Свое, чтобы мы не преклонялись под чужое ярмо с неверными. С неверными людьми у верующих людей нет общения, они спешат в общении святых. Не оставляйте собрания вашего. Верующие люди последнего времени стали только утром воскресенья собрания торопиться. Остальные собрания их не интересуют, их развлечения интересуют, как сегодня уже было подчеркнуто братом передо мной. Да благословит Господь быть в общении святых. Если вы будете в собрании, в собрании сеется Слово Божие, в собрании работает Дух Святой, в собрании вы общаетесь со святыми людьми, и вам хочется им подражать. Да благословит Господь. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к чистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и щелями, говорит Господь Вседержитель. Аминь. Давайте пойдем при Нем и поклонимся нашему Господу. Слава Ему. Аминь.